Что ж ты там увидела, наконец? Только, пожалуйста, мне одно хорошее. Девушка, сплошной мрак и очень мало любви. Потом еще большая кэ. Это значит, коварство женщины. Потом, что это никого? Относительно коварства женщины я бы хотел узнать в подробности. О коварстве, воровстве и коррумпированности рассказывают со сцены школьники. Новая пьеса театра «Муравейник» поставлена по мотивам мюзикла прошлого века и, по мнению режиссера, до сих пор не утратила своей актуальности. Когда Бертольд Брехт написал эту пьесу в 28-м году прошлого века, там мысль такая, что воры воруют, гулящие гуляют, власть жирует. До сих пор актуальны все эти выражения. Поэтому ребятам, актерам, которые сегодня играли эту пьесу, им вообще сейчас после школы в жизнь выходить. Но немножко, я думаю, мы их подготовили. В премьере готовились около четырех месяцев. В пьесе задействованы 15 человек, то есть весь состав труппы. Для Сергея Чванова это шестая роль. Его герой – один из самых ярких бандитов Лондона. По сюжету он обманывает девушек, грабит дома, в общем, старается выжить в сложном мире. Он чувствует себя безнаказанным, ведь его крышует шеф местной полиции. И, несмотря на угрозу смертной казни, бандита спасает счастливый случай. Актер вспоминает, что работать над персонажем было нелегко. Эта пьеса непривычно взрослая для молодых театралов. Я считаю, это не отрицательная роль, потому что это просто мир так устроен, и надо как-то в нем уживаться. И мой герой абсолютно по-умному и спокойно ужился. Ведь не лучше ничем, я скажу, власти ничем не лучше и так далее. И мой герой абсолютно хорошо этим воспользовался и живет прекрасно. И даже в конце спектакля ему дают награду, освобождение и так далее. Ну, конечно, лучше быть добросовестным. Данами Детова играет жену местного короля Нищих и мать невесты главного бандита. Девушка говорит, что прекрасно понимает своего персонажа и даже находит истоки ее алкоголизма в тирании мужа. Актриса считает, что самое интересное в премьере – подготовительный процесс. Сам процесс, наверное, это самое интересное в этой деятельности, потому что ты столько готовишь, ты столько вкладываешь. И вот начальник, когда прочитает пьесу, ты думаешь, блин, будет вот так вот, и ты будешь это делать так, так. А получается вообще наоборот. И с каждой репетиции ты просто прибавляешь еще больше, не знаю, крутости к этой роли, и все больше и дальше, и круче, и выше. Все вообще отлично было. Не имеете в виду ботинок, я ни за что не сниму. Это единственное, что осталось мне от моей бедной матери. Не болтай в глупости, я же знаю, что у тебя грязные дыры. Где же мне их мыть-то? Зимой! Егор Юлаев изображает еще одно сословие темных улиц старого Лондона. Парня, который из-за оленей не хочет заниматься тяжелым трудом, предпочитая попрошайничество. Пексонаж, по его словам, очень далек от самого актера по характеру, но играть его было интересно. Сама пьеса кажется ему очень близкой к реальной жизни и наполненной философским оттенком. Все носят маски на самом деле. Кого не возьми, все носят маски. Кто-то там делает вид, что он счастлив, кто-то делает вид специально, что ему нравится что-то. И на самом деле маски мы снимаем только в семье. В семье мы все без масок, все нас видят насквозь. Мне кажется, эта пьеса именно об этом. Название «Трехгрошовая пьеса» имеет свою историю. Изначально автор планировал ее для бедных, и билет в театр стоил копейки. Но набрав популярность, ее превратили в мюзикл для богатых. Конечно, при больших материальных уважениях билет стал недоступен для низких сословий. Однако имя произведения сохранилось, как и его злободневность. Светлана Лебедева, Катерина Фестер, Новости Тимиртал.